Начальник ГИБДД Валерий Гиздат-Тулин сообщил, что статистика по аварийности на дорогах Альметьевска высокая. В этом году произошло 220 аварий, в которых погибли 28 человек и 302 пострадали. Основной упор он сделал на наезды на несовершеннолетних. По мнению автоинспекторов, родителям необходимо чаще разговаривать со своими детьми о правилах дорожного движения. В 21 случае дети показывают ДТП в качестве пешеходов. Основные причины, по которым попадают под колеса дети, это начинает переходить в правильную часть, не остановившись и не осмотревшись. Двигаясь по тротуару в зоне выезда за двора, не замечая, выезжаешь транспортные средства. По словам автоинспектора, в авариях не всегда виноваты пешеходы. Нередко и сами водители не уступают дорогу, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. По всем показателям, в общем-то, мы не попадали в Красный Дону, кроме пешеходных переходов, где несоблюдаемые знаки, где то, что сейчас было, доложили вам основные проблемы, это скоростной режим. Начальник МЧС Валерий Грезнев предупредил, что в преддверии зимы нужно быть особенно осторожным на проезжей части. Еще только конец октября, а холод и гололед уже господствуют на дорогах Альмитевского района. В таких условиях превышение скорости может привести к серьезным столкновениям и наездам. Отложение гололеда диаметром 10-19 мм, присмешанных осадков, любой интенсивности, образование сильной гололедницы, ветер бородовыми 20-24 м в секунду, резкое понижение температуры. Дорожники готовы к капризам погоды. До зимы провели ямочный ремонт, заасфальтировали некоторые участки дороги на улицах Ленина, Шевченко, строителей Тельмана. Стали более удобными и тротуары. Их привели в порядок на улицах Тагирова, Аминова, строителей. Готовы к холодам и техника. На сегодняшний день в 42-м технике планируют привлечение к зимнему содержанию уличной дорожной стихи. Готовы 41 единица. Оставшаяся одна единица находится на капитальном ремонте. Исходя из потребностей в заготовке песчано-солевой смеси в прошлых лет, в этом году в нашем предприятии заготовлены 2000 тонн песчано-соляной смеси. В конце заседания первый заместитель руководителя исполкома района Николай Богданчиков еще раз попросил водителей и пешеходов быть взаимовежливыми и уступать друг другу дорогу. Ольга Степанова, Николай Быков, Альмитис Тагиров.